Я хотел бы вашему вниманию сегодня коротко представить, куда движется вообще лекарственное лечение на сегодняшний день. Это небольшая презентация по результату того, что было доложено в этом году на конгрессе АСКО 21-го года, который пошел виртуально, это было две недели назад. Я попробовал выбрать наиболее интересные направления. Следующий слайд. И основной акцент будет на редких формах сарком мягких тканей. Следующий. Я остановлюсь подробно на трех клинических исследованиях. Первое – это исследование второй фазы с использованием мекингибитора 3-метилениба при эпителеоидной гемангиоэндотелиоме с наличием мутации КАМТО-1. Второе – это синавиальная саркома, мексоидная. Либо саркома, также вторая фаза – это так называемая спир-технология. Это технология по типу КАРТИ, приблизительно с таким же дизайном, чуть более подробно расскажу. Она основана на гиперэкспрессии опухолью МЭИЧ-4 у пациентов с ТАШЛЯ-2-позитивным гиплотипом. И второе, третье исследование – это синавиальная саркома, мультикиназный ингибитор. Мы уже, в принципе, знаем, что в этой группе пациентов работает прозапонит. И детально сейчас по каждому из них пройдусь. Ну и последнее исследование вообще, в принципе, в редких морфологических по типу. Вы видите, в воспалительной мере фипровластной опухоли изучался кризотениб. 19 пациентов было включено. Частота объективного ответа представлена дальше. Часть из них АЛК-позитивная, часть из них АЛК-негативная. Но ввиду небольшого количества наблюдений, наверное, есть такая цель у Global Sarcoma Network собирать сейчас эти данные вместе по разным клиникам, с миру по нитке и прийти хотя бы к числу наблюдений более 100 и уже опубликовать персональные данные. Следующий – это цветоклеточная саркома. 34 пациента использовался. Кризотениб. Частота объективных ответов весьма условна. 1 из 26. Дальше – эпитолиоидная саркома. Тезаметастат 62 пациента с частотой ответов 15%. Альвеолярная саркома мягких тканей с цидеранибом 48 пациентов. Тоже с эффективностью, мягко говоря, так себе 8,3% по сравнению с плацебой. Это уже по второй фазе эффективность плацебы была 13%. Вы знаете, что часть этих больных течет достаточно долго. Эта опухоль имеет относительно инвалентное течение. И сложно оценить, повлияло ли назначение препарата на те результаты, которые были получены. Солитарная фиброзная опухоль, плазопонипат, исследования уже опубликованы. Опубликованы следующие данные. Когда мы собрали всех этих пациентов вместе и в рамках ЭСМА выпустили такой подназвается position paper, где практически описаны все клинические наблюдения, касающиеся различных режимов как химиотерапии, так и таргетной терапии при солитарных и вбозных опухолях. Ну и ангиосаркома, разные вариации, все они направлены на блокаду сосудистого эндотелиального фактора роста с разной эффективностью. Но по всем исследованиям, по результатам медиана, времени без прогрессирования колеблются в пределах 5 месяцев. Ну и эпителеваренная гемангиндотелиома крайне редка, менее единицы на миллион. По своему поведению бывают эндолентные варианты, бывают крайне агрессивные, когда пациент подбирают в течение буквально считанных месяцев. Это обусловлено, вероятно, разные биологии, и морфологи, наверное, смогут дальше прокомментировать, что они видят в микроскоп, насколько эти опухоли отличаются друг от друга. При ряде наблюдений, которые у них есть за последние тоже энное количество лет, с учетом редкости, что мы пробовали. Ну, беру Цузумаб – это давнишняя история, медиана, времени до прогрессирования 9 месяцев. Исследование было огульником поликулона, это начало 2000-х годов. Серафениб, сиролимус, антрациклины, еженедельный парклитоксил, пазапониб и интерферон. Показатели по эффективности наибольших были достигнуты при использовании сиролимус. Это первое поколение МТОР-ингибиторов сделали наши итальянские коллеги. Сильвеста Чорти опубликовала это. Это исследование было как раз подтвержденным статусом транслокации КАНТО-1. И по большому счету на сегодняшний день это наиболее эффективная опция в отношении отдаленных результатов. Но исследование нового МЕК-ингибитора в принципе, по большому счету, если смотреть на предыдущий слайд, то медиана времени без прогрессирования составила 8,2 месяца, что укладывалось в результаты использования всех теразинкиназных ингибиторов, а частота объективных ответов не превысила 7%. Это из такого таргетного направления, о чем мы можем думать в конкретных морфологических подтипах, поскольку действительно есть определенная стагнация как в цитостатической, так и в таргетной. Следующее исследование. Были выбраны два химиочувствительных морфологических подтипа синодиальная саркома и миксоидная липосаркома. Видите, по данным исследований с 76 по 2012 год, это обзорный мета-анализ, синодиальная саркома обладает частотой объективного ответа в 29% при медиане времени без прогрессирования в 6,3 месяца. По сравнению с другими, где частота объективных ответов практически в два раза меньше, и, соответственно, также меньше и ИФС. Пациенты до этого получали первую линию терапии. Это условия включения. МЭИДЖ был открыт, это был Национальный раковый институт, в то время под руководством Лойда Олда. Он долгое время работал как над наличием гиперэкспрессии МЭИДЖ в опухолях, так и НУАИС-1, это опухолиассоцированный антиген, который тоже в свое время по исследованию, при этом исследовании, показал эффективность именно при синодиальной сарконе. Это были основные условия. Пациенты должны были получать предшествующую терапию антрациклинами или фосфамидом. И вот дизайн. Сначала идет скрининг по АШЛЯ, дальше идет тестирование иммунодистохимическое на МЭИ-4, дальше процесс скрининга. Если пациент подходит, то проводится терапия алкелатами, фактически готовясь к полной цитопении. Дальше проводятся подготовленные по так называемой спир-пеклеточной технологии клетки. И дальше идет наблюдение по определенному режиму. Ну и вот здесь представлена популяция. Объективные ответы составили процентах 39, это 13 из 33 больных. Из них у 41%, это 41% был отмечен при сеновиальной сарконе, при мексуидной липосарконе 28%. При этом контроль роста опухоли составил 85%. Это более чем многообещающие данные. С учетом технологии у некоторых пациентов был отмечен цитокиновый, так называемый, шторм. При этом в низкой степени и использовался у двух или трех больных актембра, которые сейчас активно используются в лечении пациентов с COVID-19. Тирозинкиназные ингибиторы в лечении в общем сарком мягких тканей без разграничения на морфологические подтипы. Я хотел обратить внимание здесь на показатели времени без прогрессирования. Они колеблятся от двух месяцев до 7,9 месяцев. Фактически по результатам этих исследований медиана получается 5 месяцев. То есть это есть опция на сегодняшний день. И границы работают опции. Мы понимаем, что это в пределах полугода. Каждый из более 50% пациентов будет за это время срок прогрессировать. Ну а интересные данные были представлены. Третья фаза исследования анлатиниба. Это тоже мультикиназный ингибитор. Это классический был выбран компаратор, который использовался в модели при исследовании третьей фазы трабектидина в Соединенных Штатах. Это исследование декорбазина. Достаточно малоэффективный препарат. Это еще более малоэффективный при синавидальных саркомах. И пациенты здесь получали предыдущую терапию, предшествующую терапию. Позапонимом была фактически у четверти из них. Ну и результат ожидаем. Было получено преимущество терапии анлатинибом над декорбазином. Но дальше эти результаты нам релевантны для принятия решения, будет ли это лекарственное средство входить в асенал терапии сарком мягких тканей. Медиан времени до прогрессирования в группе анлатиниб составил практически 3 месяца и полутора месяцев в группе декорбазина. Ну и здесь ПФС по времени через 12 месяцев в группе анлатинибра 27% пациентов и в группе декорбазина всего 4%. Ну и по результатам, да, проспективное рандомизированное исследование. Пациенты имеют таки преимущество от терапии анлатинибом. Переносится препарат хорошо. Может ли он используется в комбинации? Это вопрос следующих исследований. При этом декорбазина имеет минимальную активность в асенал терапии саркоме. И часть пациентов уже была привлечена позапонибом. Это вопрос к тому, какую лепту внес анлатиниб, длительность ответа и отдаленные результаты в этом исследовании, несмотря на то, что и в принципе цифры по участникам в группе анлатиниб. Интересное исследование при леомиосаркомах матки – это исследование комбинации томозоламида и аллопорипа. Мы помним, что томозоламид и декорбазин – это в принципе препараты из одной группы. Леомиосаркома матки – это 1-2% всех злокачественных образований матки. И наиболее частая локализация леомиосаркома, первую линию, как правило, используется доксурбицин или гемтакс, трабиктидин, ПФС – 4 месяца, декорбазин – 1,5 и позапониб – 3 месяца. Такие вводные данные, чтобы можно было себе представить эффективность лекарственного лечения на сегодняшний день. Ну а вообще использование препаратов при дефиците гомологичной рекомбинации на сегодняшний день – это партингибиторы, целый новый класс. И мы с нетерпением ждали этих данных, когда появится понимание, у какого процента пациентов есть нарушение гомологичной рекомбинации. И вот в саркомах в общем на все подтипы – это 9,3%. То есть фактически это каждый десятый больной может быть проскринирован на нарушение гомологичной рекомбинации. И как опция понятно, что, к сожалению, оффлейбл – это, возможно, терапия паркангибит. Ну это дорукавное исследование, не буду на деталях останавливаться, я уже озвучил, тамозоламид и алопарид. Ну результаты 24 пациента, 22 доступны для оценки, медиана возраста 55 лет, 59% – 3 и более линии терапии. Токсичность паркангибиторов, она известна. Ну и частота ответов, полных ответов – 0, при этом 27% частичных ответов и 41% стабилизации заболевания, что тем самым делает 68% объективного ответа при медиане времени наблюдения практически 7 месяцев. Ну, резюмируя вот предыдущие слайды, становится интересным скрининг определенных подтипов сарком на наличие дефицита гомологичной рекомбинации. Об этом нужно помнить, но еще раз повторюсь, к сожалению, это все оффлейбл, но вы знаете прекрасно, что арсенал лечения пациентов саркомомятий в ткани не настолько велик, и у большинства больных, когда у нас заканчиваются какие-либо резервы из общепринятых первых, вторых, третьих, четвертых линий терапии, у пациентов остается еще силой и желание получать лечение. Заключительный слайд такой – это где же все-таки находится на сегодняшний день иммунотерапия в лечении сарково-мягких тканей. Эта картинка очень четко отображает. Мы все с вами, собравшиеся в этой аудитории, выглядим приблизительно так, когда на двери написано, что нужно тянуть на себя, мы толкаем ее от себя. Ну, название слайда такое многообещающее – отпуская тормоза. Но на самом деле было проведено несколько уже исследований, в том числе исследования САРК-028 в рамках САРКОМной группы объединенной. Вы видите, показаны результаты наибольшей эффективности при альвеолярной саркоме мягких тканей. Здесь большой вопрос и много комментариев. Когда первые данные появились об эффективности иммунотерапии, конкретно пемболизума в лечении альвеолярных сарком мягких тканей, часть экспертов говорила, что это связано именно с индолентным течением этой опухоли. И есть фазы ремиссии без лечения, когда пациенты не получают терапию. И при этом диссиминированный метастатический процесс не прогрессирует. Есть этапы, когда волнообразно появляются новые метастатические очаги. Но, тем не менее, посмотрите, выживаемость одногодичную – это 85%. Дальше интересные результаты были получены при хардоме. Это тоже достаточно путь с индолентным течением. В общем, это путь с большим количеством вопросов. Но я думаю, что со временем нам удастся на них получить какие-то более достоверные данные и попытаться внедрить это в наш арсенал. Большое спасибо за доклад. И я хотел еще, пользуясь случаем, рассказать вам о том, что мы сделали. Это, в общем, такое приложение больше для химиотерапевтов, где большие разделы посвящены практически всем нозологиям, включая, кстати, саркомы костей и мягких тканей. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы было понимание об различных режимах химиотерапии и их непосредственной эффективности и отдаленных результатов, для того, чтобы доктор мог принять решение на основании показателей эффективности об использовании той или иной схемы. Помимо этого, большое количество всяких нужных химиотерапевтических дополнений к приложению в виде калькуляторов, новостные ленты, именно чисто научные, касающиеся негативополитических изменений. То есть, то, что называется только про врачебное, только про научное. Поэтому скачивайте, оно доступно, бесплатно для врачебного сообщества. Надеемся, что это полезный инструмент. Большое спасибо. Продолжение следует...